Следующий из этого хадиса – довод на то, что голос женщины не является ауратом. Почему? Потому что эта женщина говорила в присутствии пророка, салам и с ним был Беляль, и пророк, салам и салам, не запретил ей это. На это указывает, на самом деле, Кур'ан, потому что Аллах, субхану и салам, говорит, «Не проявляйте нежности в речах, ибо вас желает тот, в сердце которого есть болезнь, есть недуг». Видите, Аллах, субхану и салам, не говорит, не разговаривайте в присутствии мужчин. Аллах говорит, не проявляйте нежность в речах, кокетливость, нежность в речах. Это значит, что если женщина обращается к мужчине без того, что проявляет какую-то нежность, кокетливость в речах, то тогда нет проблем, если, конечно, только нет опасности, что будет фитно, будет искушение, тогда нельзя. Если, например, какой-то человек встречает женщину на рынке, начинает с ней беседовать, без какой-то нужды, это нельзя. И в каждой ситуации свой хуком, свое положение, свое суждение каждой ситуации. Каждый человек, если он обращается, то суждение какое хуком? В зависимости от ситуации. Например, женщина, человек, к которому обращается, хуком этого какой, женщина к ним обращается, в зависимости от ситуации. Например, если женщина останавливает какого-то человека и спрашивает у него фетву, спрашивает у него фетву или по какому-то хукму, в каком-то вопросе спрашивает фетву, такая женщина – это одно, и теперь женщина, которая останавливает какого-то молодого человека и договаривается с ним о встрече, как они куда-то пойдут и выйдут и так далее. Большая разница между этими двумя ситуациями, правильно? Поэтому обращение женщины к мужчине зависит от ситуации. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. «Ваанзир ащератакалякарабин» Аллах Субханна Талли говорит, параук Алейсарату Ассалям, «увещивай твоих ближайших родственников». А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за тридевять земель, и едут туда, чтобы призывать людей. В то время как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной. Это противоречие сунне пророков, пророка Мухаммада Субханна и всех пророков, начинают со своих близких. «Неужели вы приказываете людям благочестия, оставляете самих себя, в то время как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субханна?» И так Ибрахим начал со своего отца.